Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуй, Арсений Здрасте, тётя Тань Что-то не так? Но я ведь не специально Зайди ко мне, пожалуйста Поговорим И как это у меня всегда получается Раз и в телеке Кому рассказать не поверят Вообще-то, Арсений, я хотел тебя похвалить Похвалить? Да, потому что не каждый мальчик или девочка С таким удовольствием Помогает своим родителям делать уборку Но если ты оказался здесь в студии То значит, что-то не так Тётя Тань Ну я же нечаянно Я не знала, что этот журнал новый Он лежал вместе со старыми газетами Ну а вот если ты взялся уже за какое-то дело Ты должен быть внимательным И ответственным Видел, как мама расстроилась? Но я-то с тобой хотел поговорить О твоей речевой ошибке Вспомни Арсений Мам, ну ты чего? Ребёнок ведь может испугаться Знаешь что, ребёнок? Ты мне объясни, куда подевался мой новый журнал? Я его даже не прочитала Ой, кажется, я его выбросил Как выбросил? Ну ты же мне сказала Выбросить мусор в мусоропровод Арсений, правильно говорить мусоропровод В этом слове два корня Мусор и провод Есть подобные слова Обозначающие системы Через которые переправляют различные вещества В них также ударение ставится на последний слог Мусоропровод, газопровод, водопровод Запомнил? А то Тёть Тань А можно я саму ситуацию Ну маленечко исправлю? Пожалуйста Ты мне лучше скажи, где журнал Я его даже не прочитала Ой, кажется, я его чуть не выбросил Как чуть не выбросил? Ну ты же мне сказала Выбросить мусор в мусоропровод Вот я и чуть не выбросил Я всегда знала, что ты сообразительный мальчик Ну я пойду, тётя Тань? Нет, подожди Давай-ка вспомним с тобой Твой телефонный разговор с одноклассником Слушай, Денис Ты информатику сделал? Можешь мне занять учебник до выходных? А то я свой в школе оставил Но ведь я уже всё сделал, тётя Тань Даже пятёрку получил Это очень хорошо, что ты вовремя сообразил взять книгу у Дениса Но вот знаешь ли ты различия между словами «занять» и «одолжить»? Вот послушай, Арсений Слово «занять» означает «расположиться», «заполнить» Вот можно сказать «занять место в первом ряду», «дорога заняла два часа» А вот если ты просишь что-то в пользовании, ты должен употребить глагол «одолжить» То есть взять в долг на некоторое время То есть надо было сказать так? Слушай, Денис, ты информатику сделал? Можешь одолжить учебник до выходных? А то я свой в школе оставил Ну вот теперь всё верно Тётя Таня, ну вы вот не смейтесь Вы лучше объясните, что означает выражение «бирюльки играть» А где ты услышал это выражение? Мне дедушка сказал, что мы вместо уроков физкультуры «Бирюльки играем», «футбол знаю», «баскетбол знаю», «а вот бирюльки» Арсений, это образное выражение Раньше на Руси была такая забава «Бирюльки» Это такие маленькие деревянные игрушки Разной формы Из горко насыпанных вот таких бирюлик Нужно было вытягивать одну за другой Так, чтобы не задеть другие Но сейчас такие игры уже не играют А выражение осталось И означает оно «заниматься пустяками» Кстати, Арсений, тебя ждёт незаконченное дело Так что нам пора прощаться Да, тётя Таня, меня мама ждёт До свидания До свидания До свидания, тётя Тань Арсений, а где же мой журнал? Да вот же он Вот и подошла к концу ещё одна грамотная история Но мы надолго не прощаемся Нас с вами ждут новые встречи с мальчиком Арсением, тётей Таней Правилами и загадками русского языка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова